здравствуйте сегодня мы поговорим вот таком вот проигрыватели диджеевском проигрыватель america наудио детей 1.8 но в принципе разговор пойдет в общем-то в основном об оцифровке старых грамм пластинок потому что вот этот проигрыватель я покупал в том числе и для проекта даже как не только нет нет ни для а исключительно для проекта оцифровки старых грамм пластинок значит достался он мне этот проигрыватель в оригинальной упаковке внутри у меня значит да он мне достался с на региона оригинальным пенопластом со всеми делами купил я его не помню точно наверное пятнадцатом или шестнадцатом году когда я только начинал готовиться к проектам оцифровки но я чуть позже расскажу про историю дела ну как-то жанр распаковки я вам показывать не буду просто сейчас распакует проигрыватель и соберу его и покажу вот я собрал его этот проигрыватель достался он мне полностью комплект и есть подсветка диска там ушел естественно был адаптер на 45 оборотов но это в общем то все не самое важное важно что этот проигрыватель трехскоростной то есть у него штата есть скорости 33 45 и еще 78 но сейчас мы на кое-какие детали посмотрим этого проигрывателя я воткнул в розетку сейчас мы его вот сзади включим и так значит скорости у нас какие есть 33 45 если нажать одновременно две кнопочки будет 78 значит эта кнопочка перебрасывает направление вращения диска в эту сторону остановили пошел играть другую сторону но нам это в общем то него не особо интересно вот это вот перемещает процент коррекции скорости который доступен с помощью вот этого регулятора когда он в нейтральном положении значит скорость соответствует выбранной здесь а здесь можно выбрать либо 8 процентов либо 12 либо 20 процентов я видел и другие проигрыватели дежейский где скорость точнее регулировка печи достигает аж 50 процентов относительно скорость но опять же это нам не интересно и последнее это кнопка включения кварцевой стабилизации хотите работаете с кварцом хотите работаете без кварца но как видите состояние проигрыватель ну прям скажем почти как то вы мне достался я уж не знаю что с ним делал предыдущий хозяин но вот сейчас он практически как новый ну еще забыл сказать вот это вот есть кнопочки пуск стоп и какая-то непонятное для меня назначение кнопка моторов то есть можно взять и как это выключить мотор зачем не знаю наверно в этом есть какой-то великий смысл сейчас мы поговорим про другую вещь о том собственно говоря зачем я все дел дел и почему я не использовал этот проигрыватель в своей повседневной деятельности да я еще забыл сказать что в этой модели нет регулировки высоты тонарма но по крайней мере я ее не увидел но так все остальное здесь имеет быть там антискейтинг там регулировка баланса там прижима иглы и прочее ну что я еще забыл сказать про этот проигрыватель ну наверно следует сказать что сделан он в китае как в общем то и практически большинство диджей вертушек они под наверно по я не искал схему и не изучал как устроена скорее всего на стандартном контроле значит прямоходых двигателей да я забыл сказать что здесь двигатель прямого привода и я попытался найти когда он начал производиться но он кое-какую информацию нашел где-то ориентировочного производился с 2008 года примерно может быть то что я встретил там может 11 12 год 2011 2012 год но вот я тут поставил пластиночку видите как он крутится кварц работает все хорошо и вполне такой подходящий агрегат для оцифровки старой грампластинка если просто захотите послушать ну естественно можно и обычные пластинки на нем с тем же успехом слушать ну а дальше мы поговорим о другом проигрыватель который я сейчас использую то есть вот этот проигрыватель я не стал использовать для работы я уже не помню почему вот я взял другой проигрыватель и о нем мы сейчас поговорим два слова про всю историю вопроса о цифровке и просто для того чтобы послушать старой грампластинки но как и многие наверное советские радиолюбители которые выросли из того времени естественно в то время у нас не было доступа никакому такому оборудованию поэтому естественно сразу взгляд пытливого радиолюбителя упал на произведи при устройство польского производства унитро виде век различных которые делал берский радиозавод они очень легко переделывались под 78 оборотов то есть вместо 45 оборотов стоялся другой резистор и вы получали 78 оборотов я потратил очень большое количество времени на возню с этими вегами переделал две штуки на одной аж поставил smr-разъем установил переделал схему управления двигателями но надо сказать что это артель напрасный труд потому что стабильность вращения у проигрывателей у нитро оставляет желать много лучшего плюс к этому на 78 оборотов шум двигателя становится у весьма и весьма заметно сразу еще оговорюсь что я также возился из роликов вертушками было такое одно время поветри что мол лучше ролик ничего нет но тут я меня постигла вообще жестокое расчарование возился я с дюалями еще с какими-то тоже такими древними агрегатами на 78 оборотов это гремит как старая несмазанная телега и всерьез к этому относиться нельзя ну и теперь продолжаем про современные но относительно значит мне вот очень посчастливилось я когда-то тоже наверное может быть дети же там 15 16 год и мне посчастливилось еще купить комплект из двух вот таких проигрывателей которые называются new mark tt 200 в принципе это тоже такой достаточно классический диджей проигрывателей достались они мне в очень таком среднем состоянии видно их и для меня использовали в клубе но это сказать нормальный советский инженер не боится труда поэтому я там все разобрал почистил там все что надо было сделал еще надо сказать что досталось мне их два поэтому я таскать совершенно спокойно не волновался сломаю один пойдет на запчасти и действительно так произошло вот этот проигрыватель у меня ломался у него и он перестал держать скорость но это решается достаточно просто заменой всего одна микросхема это болезнь достаточно известная у этой схематики я нашел на его эту микросхему купил заменил и все теперь работает как часы еще этот минус этой модели был в том что у нее достаточно сильный фон продирался черт трансформатора который там стоял но попытки икра и кранирование его серьезного результата не дали поэтому я вот просто взял и весь блок питания вот вытащил в коробочку в такую вот засунул весь и на длинном проводе поставил и теперь у меня ночь блок питания валяется на полу далеко от проигрывателя ничего не фонит все работает очень хорошо что еще важно отметить значит я раза вынул шпи же забрал проигрыватель вынул шпи же почему потому что наверняка многие любители старых грамм пластинок сталкивались с тем что внутренний диаметр посадочного отверстия пластинки бывает разный сейчас я уже цифр не помню где-то у меня записано и даже на моем сайте если эта информация они различаются немного но на стандартный современные диаметр ста некоторые старые пластинки не налезают но есть как бы два пути один путь это значит развинчивать эти отверстия но там разные способы и шкуркой так далее но я как-то очень трепетно к этому делу отношусь и вот так вот разворачивать эти отверстия мне не очень нравится идея хотя иногда и попадаются пластинки где уже до меня кто-то поработал поэтому я снял шпиндель вот отдал его токарю и мне вот сделали вот такую вот штуку то есть у меня значит сточили шпиндель и вот сделали две вот такие насадки одна насадка она со старым размером точнее не со старым а со стандартным размером который сейчас используется а другая уменьшенным диаметр для старых грамм пластинок поэтому если мне попадается грамм пластинку который диаметр чуть меньше вот я просто меняю вот эту насадку на шпиндель и на этом история заканчивается очень удобно хочу сказать что у американцев даже такие целые комплекты шпинделя продают продаются для дорогих проигрывателей типа техник с 1200 стоит сумасшедшие деньги но на мой взгляд нет смысла вкладывать деньги не в техник с 1200 и не покупку этих новых шпинделей с насадками потому что это все по сути своей реально сделать сущие копейки значит что здесь еще есть по сравнению чем он отличается от определён проще он проще значит у него нету остановки мотора вот у него только одна степень регулировки оборотов двигателя есть к кварц в общем то что совершенно нормально кварц но что еще важно у него значит есть у него подвижная регулировка высоты тонарм видите у него здесь можно регулировать высоту нам рано что важно потому что попозже мы поговорим про звукосниматель у меня есть сниматели которые немножко один из звукоснимателей даже не один несколько немножко ниже вот других поэтому для того чтобы обеспечить правильную посадку пластинок на пластинку надо немножко регулировать высоту это важно и в этом смысле предыдущая модель она но в этом смысле меньше менее удачно может быть потому что более старая для этого дела подходит ну вот собственно говоря наверное про проигрывать или мы на этом закончим и сейчас обсудим еще вопрос о том а какие мы будем использовать звукосниматели и иголки для оцифровки старых грамм пластинок ну и теперь про иглы и снимателей ну я думаю что все кто увлекается старыми грамм пластинками отлично знают что обычно игла не подходит для проигрывания старых грамм пластинок в силу того что разный размер дорожки есть такое понятие как широкая дорожка и узкая дорожку современные пластинки все записи с узкой дорожкой поэтому проигрываете старые пластинки записаны широкой дорожкой при этому Его проигрывайте иглами для современных пластинок старый играм пластинки нельзя вы получите очень плохой звук. Значит, реально, если обратиться к различным, почитать различную литературу, в основном, естественно, она на английском языке, потому что в нашей стране как-то мало на это заостряются, то для двоенных пластинок рекомендуется иглы диаметром два... извините, диаметром 3 мил, так называемых, а для послевоенных с диаметром два с половиной мила. Ну, я хочу сказать, что на мой взгляд два с половиной мила это крайний случай. Это, ну, слишком... Это уже на пределе, потому что практически невозможно встретить старые пластинки неиспользованные, а там дорожки уже проточены, и поэтому использовать иглы два с половиной мил можно, конечно, но очень с осторожностью. а также я тут следует заметить, что практически полный комплект игл можно купить у американского производителя изотерик саунд, у него есть различные звукосниматели, различные иглы, и целые комплекты игл для различных звукоснимателей. Но я не буду на этом заостряться, кто хочет, найдет их в интернете и увидит, что они предлагают. Дело в том, что в Америке очень развиты такие публичные проекты по архивированию старых грампластинок, чего нет у нас. И, например, у них есть такой знаменитый сайт Archive Fork, и на нем есть такой Great 7.8 Project, посвященный именно архивированию старых грампластинок. Замечательно, это все делается силами энтузиастов на пожертвования людей. Насколько я знаю, даже многие американские коллекционеры отправляют в аккредитованную студию свои грампластинки, чтобы с них можно было сделать качественные копии. Ну, в общем, вы это можете все сами почитать и увидеть в интернете. Так, теперь, что использую я? Ну, конечно, у меня нет финансовой возможности купить полный комплект иголок от Esoteric Sound, но кое-чего мне удалось найти. Ну, и начнем, значит, мы с чего? Вот у меня, значит, есть вот такой вот Stanton, как-то у меня с ним пришлось в основном работать, больше понравился он, но, наверное, с того, что Esoteric Sound его тоже, так сказать, достаточно активно рекомендует известный производитель Stanton, это 500-я серия, вот, здесь у меня вот головка иголка 3-мила, на самом деле это игла не от Esoteric Sound, а от одного английского производителя, но играет она очень хорошо, кстати, я купил, прошел несколько этапов покупки иголок, надо сказать, что скупой платит дважды и сначала я купил дешевую иглу и сразу ее, грубо говоря, отправляю на помойку, потому что они никуда не годятся, значит, вот, забыл сказать, этот комплект вот левый я использую для советских пластинок, а этот комплект правый я использую для импортных пластинок, хотя, по сути, это одно и то же, ну, так вот, как-то мне захотелось, это тоже стентон, и здесь у меня иголка от изотерик саунд 2,7 мила, то есть она такая весьма компромиссный размер между трешкой и 2,5 2,7 мила, тоже для стентона очень хорошая иголочка, мне нравится, прекрасно работает, ну, если вы почитаете различные сайты, которые посвящены, очень много выпускается эллиптических головок, эллиптических голок для старых грампластинок, честно говоря, у меня есть серьезные сомнения, и это факт, я ставил различные эксперименты в том, что вы действительно увидите какую-то разницу, да, может быть, на современных грампластинок это имеет значение, но для старых с моей точки зрения не имеет, но так как я делаю архивы, я пошел по пути тоже, я купил недорогой звукоснимателю изотерик саунд, вот, CN100, и игла трехмиловая эллиптическая к нему, значит, она поставляется, ну, если честно, эллиптическая иголка собирает гораздо больше мусора, если вы будете просто слушать пластинки и не будете дальнейше заниматься их обработкой, то, конечно, лучше всего использовать сферу 3 миллиметра. И еще я использую вот такую вот керамическую головку, это китайская керамика, я использую китайскую керамику, потому что одна цифровка у меня обязательно идет на керамике, здесь стоит игла 3 мила, которую я, у меня их две для керамики 3 мила, одну я покупал из Великобритании, другую из США, я уже не помню, какая, какая, но обе работают очень хорошо, важно отметить, что, что, значит, ну, во-первых, я делаю такую оцифровку ради исторической, так сказать, с определенной исторической точки зрения, потому что старые, ну, уже в основном послевоенные пластинки игрались на керамических головках, и они не требуют какой-то там дополнительной коррекции, а вот при использовании головок современных магнитных нам потом надо применять различные коррекции к пластинкам, хотя о справедливости ради надо сказать, что в одной из книжек Бектабегова, посвященной советским звукоснимателям, написано очень интересно, что в советской радиоаппаратуре после военного периода сделали только один вид коррекции, грубо говоря, вот, для современных пластинок, а для старых пластинок считалось, что этому все можно вытянуть с помощью регуляторов тэбров, вот такой существовал оригинальный подход. Теперь про эти звукосниматели, которые лежат здесь, но с этой керамики начнем, такая же керамика, здесь тоже стоит голова, ой, игла стоит на три мела, что еще важно сказать про керамику, что я забыл сказать, оцифровку пластинок с так называемой акустической записью лучше делать керамикой. Тому есть очень много причин, я сейчас не буду в 20-ти детали утомлять, если кто-то заинтересует этим вопросом, я рекомендую почитать, есть американские материалы, посвященные именно особенности применения керамических головок, дело в том, что на акустических пластинках был несколько другой метод записи, чем на более поздних электрических пластинках, и он соответствовал именно керамическому звукоснимателю, но никак не магнитному. Ну, также у меня в комплекте есть вот еще для импортных, у меня тоже независимо лежат, у меня тоже на стентоне сфера 3 мила, значит, вот здесь у меня я не так давно купил себе эллиптику 3 мила AutoZotiric Sound, тоже на стентоне, вот, и еще у меня очень давно валяется вот такая вот головка, это Shure M78S, я, собственно говоря, ну, не считая, начинал с нее, она 2,5 мила, вот, но, конечно, до нее я начинал с другого, вы, наверное, помните, вот я говорил про наши унитры, была такая мода, там, вклеивались в унитровские головы MF-100, вклеивались, значит, иголки от наших старых керамических звукоснимателей советских, вот, чтобы можно было проигрывать это, но этим я недолго увлекался, вот, хотя сделал несколько таких, у меня валяются иглы, даже я сейчас где не знаю, потому что я уже давно забросил эти веги, где-то все это валяется, эти иглы забросил, потому что это как бы не нужно делать то, чего не нужно делать, лучше купить готовые, ну и вот на этой вот Шур у них стандартно сил прижима у стандартной шуровской головки, она не больше 3 мг, но это не очень много, вот, потому что если, опять же, вы почитаете рекомендации по цифровке старых гропластинок, рекомендуют начинать с 4 мг, вот, поэтому я сюда купил изотерик саунд, у них есть для этого звукоснимателя 2,5 миловская игла, и она имеет прижим до 7 грамм, я обычно цифрую где-то на 4 грамм, все, если пластинка совсем там такая, хочет прыгать, скакать, я оставлю иногда и побольше мес, вот, но я сначала в первые с пластинки когда начинал цифровал этой иглой, потом от нее отказался, а сейчас использую ее для цифровки импортных, кое-каких импортных послевоенных пластинок, ну вот наверное сегодня все на эту тему, спасибо вам большое, будут вопросы пишите, я постараюсь всем ответить, кое-какие материалы есть на моем сайте, вот, опять же, можно и туда писать, и там отвечу, всем большое спасибо, и до свидания и до новых встреч субтитры